МИГ-29, который отслужил свой термин, занял гоноровое место у Барановича на мемориальном постаменте у контрольно-пропускного пункта 61-й изнищальной авиационной базы. В урожистой церемонии открытия памятного знака взяли удел Высшейшее Командование, простойники Кировничества города и ветераны Узбройных Сил. В урожистой церемонии открытия памятного знака, которая была примиркована до Дня Военно-Поветранных Сил, приняли удел Высшейшее Командование, простойники Кировничества города и ветераны Узбройных Сил. Командующий ВПС и войсками СПА Олег Двигалев, веншучший присутных со святом, нагадал, что миновито войскуцам 61-й изнищальной авиационной базы выпала задача освоить МИГ-29, и они поспехово с этой задачей справились. Сегодня летчики упоминенно засвоивают новую технику, показывать высокий профессионализм и умение выращать складанные в учебно-боевые задачи. Мы выполняем наши самолеты на полигонах Российской Федерации в ходе совместных учений. Вот уже несколько лет экипажи 61-й изнищенной авиационной базы выполняют посадки на аэродромные участки дорог. В этом году также это будет выполнено. В течение двух лет мы уже нашими экипажами на полигоне Полеский выполняем пуски ракетами воздух-воздух, тем самым подготавливая молодых летчиков к несению боевого дежурства. МИГ-29, который теперь займает гоноровое место на постаменте, был выпущен на заводе в Нижнем Новгороде в 1985 году. Прошл 13 годов он поступил на узброение в 61-ю изнищальную авиабазу. В целом самолет находился в эксплуатации 28 годов. За этот час он отпрацовал каля тысячи годин, и здесь не больше за две тысячи посадок. Можно сказать, у КПП его опошняя посадка. Я узнал, что именно вот этот самолет с тумирным знаком 001 будет стоять на постаменте. Я был удивлен и обрадован тем, что эта спарка, этот учебно-боевой самолет, выполнял полеты в 927-м полку, когда я пришел лейтенантом после окончания училища в 1992 году. Я впервые поднялся в небо на боевом самолете именно благодаря вот этой учебно-боевой спарке. В принципе, на нем я осваивал мастерство и все навыки пилотирования и боевого применения. Летчики с глубокой повагой ставятся до истории, шануть традиции и бережливо заховывать память про тех, кто покинул строй. Удельники урочистой церемонии ушановали хвилийное маучание память своих товарищей. У Владимира Карвата, якому пасмаротно было присвоено у першиню в стране в звании Герой Беларуси летчиков Александра Марфицкого, Александра Журавлевича, Сергея Коваленки и Александра Жигайла. Изнищальники, которые усталеваны на постаменте, теперь будут символом героичного минулого. Символом города, символом силы и можности тех, кто хверовал своим житем, а так само профессионализму и адваке с участниками. Этот самолет будет как символ патриотизма. Дети идут, говорят, вот наш самолет, взрослые проходят, вот наши летчики. Но мы ветераны, я хочу сказать, что мы говорим, вот наша смена, вот наши командиры, которые думают о том, чтобы авиация жила. А будет авиация, будет армия. Будет успех. Наталья Васильевская, Катя Рына Страха, Юрий Цитоу. Областные новины. Барановичи.